Исследование по употреблению проса. Является ли оно здоровым зерном? Проса очень питательно, но его игнорируют как основной источник пищи, в первую очередь из-за недостаточной осведомленности. Вы слышали о древних зернах? Проса – это, возможно, первое зерно выращенное человечеством не только пять тысяч лет назад, но, может быть, и десять тысяч лет назад. Почему множественное число? Проса. Поговорим о неосведомленности. Я понятия не имел, что проса – это не название конкретного зерна. Проса – это просто общий термин, который применяется не только к группе разных видов, но и к группе совершенно разных растений. Есть так называемые большие и второстепенные проса. Есть перловая проса, которая, как я думаю, большинство людей считает пшеном, но есть проса-лесохвост, которые представляют собой совершенно разные зерна. Они похожи, но не одинаковы. Клетчатка – одна из главных вещей, которую мы ищем в цельном зерне. А проса-кода – это нечто из ряда вон выходящее. Но по сравнению с другими зерновыми, пальчатая проса и проса-лесохвост также выигрывают. Хотя, обратите внимание, что-то, что большинство людей считают просом, действительно находится на низкой стороне. Но если посмотреть на содержание полифенолов, то даже простое проса выигрывает у других зерновых, включая сорга, которое я ранее превозносил за содержание полифенолов. Но, опять же, проса-кода, кажется, выигрывает. Общее количество антиоксидантов, однако, у проса-кода и проса-пальца сопоставимо высокое. Говорят, что с точки зрения питания, пальчатая проса содержит в 8 раз больше кальция, чем другие злаки. Но мне кажется, что она больше похожа в 10 раз больше, просто вне графика, и в 3 раза больше кальция, чем молоко. Некоторые виды проса также содержат исключительно большое количество железа. Обычно проса имеет высокое содержание, но в нем в 5 раз больше железа, чем в стейке. Хорошо, оно питательное. Но как насчет конкретной потенциальной пользы для здоровья? В медицинской литературе можно прочитать примерно следующее. Проса может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания за счет снижения уровня триглицеридов у гиперлепидемических крыс. Кого волнует? Кроме, возможно, владельцев домашних животных. Снижает ли еда сердечно-сосудистые заболевания у грызунов? В Китае было проведено эпидемиологическое исследование, которое выявило более низкие показатели смертности от рака пищевода в районах, где потреблялось больше проса и сорга, по сравнению с кукурузой и пшеницей, но это могло быть больше из-за предотвращения заражения канцерогенным грибком, чем из-за пользы от самого проса. Исследования показывают, что проса может быть эффективным против пролиферации раковых клеток в чашке Петри. При этом кода и проса быстро ингибируют рост раковых клеток по сравнению с проса жемчуга или лесохвоста, подавляя рост раковых клеток, но оставляя только нормальные клетки. А также проса, снижающая рост клеток рака толстой кишки, а также клеток рака груди и печени человека, потенциально также помогает предотвратить метастазы, подавляя миграцию раковых клеток. Однако мои пациенты не являются ни домашними животными, ни чашками Петри. И на сегодняшний день не было никаких клинических испытаний рака с использованием проса. Если какие-нибудь уникальные свойства, способствующие укреплению здоровья, пальцевая проса якобы известна своими преимуществами для здоровья, такими как снижение уровня сахара в крови, снижение уровня холестерина и противоязвенные свойства. Но в цитируемом ими противоязвенном исследовании просто отмечалось, что в некоторых областях с низкой заболеваемостью язвами также оказалась проса. Но это далеко от установления причинно-следственной связи. И об исследовании снижения уровня холестерина, который они цитируют, в нем изучалось, что происходит, когда вы берете сухожилия хвоста крысы и замачиваете их в сахаре и просе. Какие? Но преимущества снижения уровня сахара в крови вполне законны. Помимо того факта, что проса не содержит глютен, что полезно для 1-2% людей с глютеновой болезнью или нечувствительностью глютена. Проса также может быть использована при лечении диабета второго типа из-за уровня сахара в крови, снижающие свойства, о чем свидетельствуют несколько исследований проса и продуктов на его основе у реальных людей, о которых мы поговорим далее. Субтитры создавал DimaTorzok